Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Не успели отгреметь сражения на кубках мира по шахматам, как внимание мировой шахматной общественности, переключилась на другое весьма любопытное соревнование. Это сетевой турнир, очередной сетевой турнир чемпионской серии, в которых ранее неизменно принимал участие Магнус Карсен. Но на этот раз Магнус был занят на кубке мира, и хотя он и проиграл в полуфинале, но блестяще выступил в утешительном финале за третье место и словно бы отреваншировался, подтвердив, что Магнус остается Магнусом. И в связи с отсутствием Карсена на этом самом турнире Чес Сейблс Мастерс, ну он как-то так осиротил. Хотя формула соревнования прежняя. В каждой партии каждому сопернику предоставлялось по 15 минут основного временного капитала с автоматическим давлением 10 секунд после каждого сделанного хода. 16 шахматистов, из которых две шахматистки принимали участие в предварительном турнире, 8 из них вышли на этап, прошли на этап плей-офф, то есть в 1-4 финала, и начали сражаться между собой по, опять же, ставшей традиционной схеме, а именно первый матч из четырех партий, мини-матч. В каждой партии, напомню, каждому предоставляется по 15 минут основного временного капитала с автоматическим давлением 10 секунд после каждого сделанного хода. Затем второй матч, ну если оба матча закончатся в ничью или один мини-матч, один сет, как принято говорить по налоге с теннисом, выиграет один, а второй другой, то тайбрейк. Две бред с партией, если там 1-1, то Армагеддон, в котором белые, имея на минуту больше обязанного, чтобы она и стала побеждать. Ну, собственно, я думаю, что все вы прекрасно знаете и об этой формуле, и о том турнире, о котором я сейчас немножечко попытаюсь вам рассказать. А причина, по которой я не сделал это вчера, то есть еще в четверг, ну, кроется, скажем так, в каком-то чисто психологическом аспекте. Уж очень как-то грустно было наблюдать, что происходило в двух матчах, и хотя я думаю, что вы знаете прекрасно их исход, их результаты, я все-таки четвертый по временю с оглашением этих самых результатов. Итак, напомню, как завершились партии четвертьфиналов. Матчи четвертьфиналов, разумеется. Весли Соу. Один из двух главных фаворитов. Хотя трудно, конечно, говорить, кто более фаворитен в таком наборе кроссмейстеров. Так вот, Весли Соу в первом матче сыграл в ничью с Юртоном Ван Форестом, проиграв первую партию, он потом отыгрался. Ну, а когда дело дошло до второго сета, то преимущество Весли оказалось подавляющим. Два с половиной на полочка, и он в полуфинале. Хикаро Накамура с Владиславом Артемиевым сыграли очень напряженный матч. Ну, я показал партию, решившую ее исход в Армиде Дон, который Владислав Артемиев выиграл в Хикаро Накамура и выбил, ну, может быть, главного фаворита, может быть, одного из двух главных. А главными фаворитами все-таки, ну, чисто номинально хотя бы представлялись американские игросмейстеры Накамура и Соу. Ну, конечно, к ним можно было подчислить и самого Владислава, и Ливона Ароняна, отчасти Шахрияра Мамедьярова. Но Шахрияр Мамедьяров за явным, так сказать, преимуществом соперника уступил Ливону Ароняну и в первом минематче, и во втором. А Аверизаферу Джабур разгроблен Ле Куан Клемом, очень талантливым вьетнамским гроссмейстером молодым. Ну, уже не такой он молодой, когда-то он был молодой, но чуть-чуть повзрослел. Но, тем не менее, характер борьбы и счет совершенно невозможный. 3-1 и 2-0 в пользу Куан Клема, и он в полуфинале. И вот после первых матчей полуфинала я показываю очередную табличку. Ну, казалось, что Ле Куан Клем, проявивший себя с такой неожиданной яркой стороны в четвертьфинале и обыгравший за явным преимущество Ливона Ароняна, сможет пробиться довольно уверенно вперед. Тем более, что он вторую партию второго сета у Ливона Ароняна выиграл и повел полтора на пол очка. То есть, ему, Ле Куан Клему, было достаточно сделать хотя бы одну ничью в двух последних партиях второго сета, так как в этом случае, в связи с тем, что он выиграл первый сет 3-1, он, Ле Куан Клем, ну, по сумме двух движений, двух сетов, побеждает. Но, что касается Весли Сова, то он выиграл Владислава Артемьевна два с половиной на пол очка. И, в общем, вот я даже не буду показывать партии этого матча, второго сета, потому что Весли Сова, конечно, смотрелся получше. Главное, покрепче как-то помастить и это, ну, в конечном счете и сказала свое веское слово. Ну, а что касается второго матча, матча между Ле Куан Клемом и Ливоном Ароняном, то вот в конце, в двух последних партиях и затем уже на тайбрейке, ну, я разгласил некой секрет, ну, извините, я думаю, что вы все знаете результат. Так вот, итак, вот концовка партии, третьей партии второго сета, игралась при счете плюс один, два с половиной, два с половиной, а полтора на пол очка в пользу Ле Куан Клема. И вот такая позиция возникла, причем белые по дороге все время поддавливали, имели хорошие шансы, ну, победить или сделать ничью победу на связь позиции силы. Возникло такое положение. Что дальше? Ну, вот король аж четыре сыграл здесь Ле Куан Клем. Последовало Д4. Ливон пытается искать какие-то шансы. Он прекрасно понимает, что спасти его, точнее сказать, позволить выиграть ничейное окончание, символически худшее, может быть, даже для черных, но не худшее у них точно, может лишь чудо. Ладья Ц5, логично, белые выстраивают ладьи по линии С, то есть логично с какой-то точки зрения. На Ф7, пожалуйста, но на Ф7 надо брать. Теперь белые не могут сыграть ладья Пет-Ф7, поскольку тогда не наберут на Ц6, то есть пара ладей все-таки сохраняется. Вот в таком вот варианте, черный чуток активизирует короля, делают вид, что хотят пойти вперед, атаковать пешки ферзи во фланга. Ну, на нервы немножко белым действует это обстоятельство, однако ладья Ц5. Ладья Е2, вот такая контр-игра, но опять же, все должно по идее свестись к обмену пешками. Ну и долгое время эти самые обмены пешками и происходят. Король бьет Д4, ладья бьет Ж4, король отступает, ладья Ж3. Ну, вообще, понятно, что белые могут даже зимнуть, грубо ошибиться, например, сыграв король Б4, пропустить шах, допустить размены ладей, после чего пешка А в черных проходит первая, и, встав на А1, берет по контролю поле А8, на которое не сможет встать, не потеряв себя, точнее сказать, новообретенного, ново превращенного ферзя белая пешка. Черные в этом случае выигрывают, король Б3 играть нельзя, он мог бы сыграть король Ц2, например, там, и непонятно, что в результате, то есть в связи с этим черные могут предпринять. Надо как-то двигать пешку А, если черные хотят усилить позицию, а не получается, и пешка А4 слаба. Ну, король Ц4 ход не хуже. То есть белая ладья, стрелочкой я это иллюстрирую, контролирует поле А5, мешая черным активизировать свои силы, но ладья А3, чтобы не пустить эту самую ладью на А5. Ладья А5, белые готовы, не готовы они взять, конечно, потому что вот будь ход за белыми и возьми они осторожно эту пешку, последует то самое, о чем мы говорили, шах, размен и пешка А4 важнее, старше, чем две пешки белых на ферзя фланге, поскольку пешка А4 ходит в ферзи, а белые это сделать не успевают. Ну, вот А5, король Б5, все логично, ладья А4, защищая пешку, ну, ход ладья Б3 перевел после короля Б4, просто к форсированию ничьей с позиции, причем не силы со стороны черных, на А5 еще есть пешка подвисит, а тут ладья А4, ну и проще всего белым было бы сыграть король А6. Почему проще? А потому что совершенно непонятно, как здесь можно черными усилить позицию, так как ладья должна караулить и пешку А5, и поле, и пешку А4, никуда уйти она не может, остается только как-то маневрировать королем, ну, скажем, тогда ладья Б5, здесь можно сыграть король А5, король идет еще дальше, белые дают шах и отгоняют этого короля, вперед идти неразумно, потому что даем шах, ну, можно даже разменяться, можно даже разменяться, потому что, ну, в такого рода вариантах, белые двигают свою пешку Б, и это ничья. Ну, можно идти королем куда-то, пожалуйста, это ничего не меняет, потому что белые играют Б6, но если А3, то это ничья, белые ставят ферзя, черные тоже ставят ферзя, у белых лишняя пешка, но выигрыша, конечно же, нет, а если король Д7 не осталось сыграть, тогда можно и проиграть, потому что вот в таком вот варианте после А1 ферзь следует шах с Б7, ферзи меняются, и белые проводят в ферзи свою пешку А. Вот, ну, ладно. А4, А4, предположим, в этом варианте, Б5, А3, Б6, ну, то, что мы уже знаем, то, что видели, пешки проходят в ферзи, и снова это ничья, хотя черные здесь делают ничью четко, вот таким путем, так как в случае ферзь Б3 можно применяться и успеть королем на поле С8, и не проиграть в пешечной окончании без пешки. Ну, черные пока что, с нашей точки зрения, сильнейшая сторона, ну, и король А5 здесь тоже не выигрывает, потому что шахи даются, и белые не могут никуда от них убежать, не разменяв ферзей на поле Б3 в ничейной редакции. Вот, ну, и, наконец, здесь вот, это мы обсудили ход король Ж4 на шах с Б5. А если король А6, тогда продолжаем шаховать, продолжаем шаховать, и ничего не получается. То есть, что не получается? У черных не получается никак поиграть на победу. Ход король А6 сделал простую, четкую ничью, и алгоритм ничьей, достижение ничьей элементарен. Черные абсолютно ничего не могли бы сделать, что неудивительно, поскольку, объективно, позиции у черных быть лучше это не может. Но ладья А8 сыграл Лео Куанклем. Напомню, что партия играла в ситуации, когда первый матч выиграл вьетнамский гроссмейстер, во втором он ввел плюс один, полтора на пол очка, и ему достаточно было сделать одну ничью, или в этой партии, или в следующей. Ну, скажем, ладья Ж4, попытка отвести ладью, не отдавая пешку А4, и надвинуть свою проходную по линии А6. Ну, скажем, ладья А8. Ну, и теперь, вот, проще всего и четче всего играть ладья А8. То есть, на самом деле, белые вроде как потеряли время, спровоцировав соперника на движение пешки, вроде надвигать пешки выгодно, но не получается ничего, потому что белые на А3 будут атаковать эту пешку, заставят черных встать на поле А3, даже 3, извиняюсь, сбоку, если не хотят потерять проходную, потеряют тогда другую проходную, и будет мертвая ничья, а иначе что? Ну, стою на месте, вот так вот, даже могу сыграть Б4. Пешка атакована, размен, размен, полное равенство. Ничья. Ну, разговаривают абсолютно не о чем. Но было сыграно ладья А5. То есть, решил не по вертикали отрезать черного короля, вот проходной здесь Ля Куанк-Лям, а сыграл ладья А5. Опять же, понимаете, в чем дело? Ну, партия игралась в быстрые шахматы. 15 плюс 10. Это жесткий такой рапид, не 25 плюс 10, но главное даже не то, сколько в начале у вас времени, а сколько остается ближе к концу. Добавляется, значит, сказать, по 10 секунд после каждого сделанного хода. Если позиция маломальски сложная, то этих 10 секунд может не хватить для принятия взвешенного, маломальски продуманного решения. Но это и происходит. Теперь ход ладья А5 делал ничью. Король А6, ладья А3, встали в ту же самую стойку, не пускаем пешку вперед, скажем, король Ж5, встали сюда. Вот я просто показываю, что запас прочности у Берла достаточно велик. Ну, играется Б4, как только черные начинают перегруппироваться. А пока что висит пешка А4. Если король Ж4, взяли пешку на А4, его проблем не будет. То есть пешку надо вроде защищать, поэтому ладья Ж4, тогда Б4 взяли, А4. Ну, вот здесь вот, конечно, тактики много. Много тактики, но оказывается, что успевают. Успевают, правда, без особого запаса. Ну, так, с запасом. И Эншпиль одноладейный, пешка против ладьи, при том, что у черных очень одолюкий король, на А4. Белые, ну, не то, что даже спасают. Ну, делают ничью. Он практически в ранной позиции. Вот. Ну, вместо хода вот такого вот было соберено король С5. Сам по себе этот ход еще не проигрывает. Но он создает предпосылки для возникновения трудностей и для допущения, скажем так, в ближайшем будущем страшных решающих ошибок. Ладья Ф4. Ну, и вот теперь этюдный метод спасения был у белых. Очень странный ход король Б6. Зачем? Дело в том, что черные создали угрозу ладья Ф5 шах. И король Б6 уводит короля из-под этого шаха, а ладья продолжает отрезать черного короля по пятому ряду. Заставляя его, короля, терять время. Ну, скажем, ладья Е4. Там как-то вот так вот. Ну, H3. Назад. То есть вот такой сюрпляс. Теперь ладья идет назад снова. И белый король атакует. Вот возвращается. Он недалеко убежал. Всего лишь на Б6. Черную пешку. И ладья не может защитить ее и обеспечить продвижение или хотя бы не потерю пешки H3. И вот оказывается, что вот ну, пока даем шахе. Забираем пешку. Атакуем ее. Забираем на H2. И оказывается, что вот здесь вот ну, темп в темп. Ничью. Король Б5. Давайте смотреть. Вот такая вот игра. Вперед, вперед. Король Б7. Важный ход. Можно было проиграть, сыграв неосторожно. А7. А тут не получается. Ну, известная теоретическая позиция. Ничего не получается. Пешка идет вперед. Ну, теперь что там? Шах назад. То есть здесь темп в темп. Здесь уже, ну, белые по лезвию бритвы, как, хоть, что называется, гуляют, ходят по натянутому канату. А ход король H8, который сделал вместо этюдного теперь уже. Не элементарные ничьи, как раньше. Просто раз-раз и там. И так, и всяк, всяк, и ничья. Так здесь уже надо играть очень точно. Был сделан ход ладья H8. Времени было очень мало у белых и у черных. То есть играли на добавленных секундах. И король идет вперед. Но здесь уже как ни крути. И ход король B5 проигрывает. И тот ход, который был сделан. Здесь вот конкретный вариант такой. Черный король уже прошел пятый ряд. Прошел все ряды. Поддерживает свою пешку. Причем вот здесь на шах можно сыграть ладья G4, предлагая размен ладьей, которые не годятся для белых. А пешка H идет вперед. Ну и не успевают здесь вот ничего. В такой позиции, в такого рода редакции белые сделаны. Скажем, если ладья D2, то идем еще вниз. Ну вот приближаемся таким образом к пешке. Играем ладья H4. Самое чистое. Поддерживаем пешку ладью сзади. И продолжаем защищать свою пешку, стоящую на А4, чтобы ее взять нельзя было. А B4 белые не могут сыграть, если взять, он проходит. То есть единственный шанс белых это где-то как-то отдать при максимально удаленном черном короле. А максимально удаленный черный король это на F3, не на E3. А вот он угрожает короле G3 сыграть и потом H2. Поэтому надо уже, ну здесь собственно, можно и так вот пытаться вот еще больше заманить этого короля на себя. Но черные могут даже вот на это пойти. Все, понимаете? И вот эта позиция выигрышная, хотя опять же без большого запаса по темпам. Но поверьте мне, как ни крути, они всегда выигрывают в этих позициях, в этих вариантах играющие черными. То есть Леву Доронян. То есть уже спасения нет. Вот играть Ладья Д2, как мы сыграли, или сыграть B4, H2, давать шах, Ладья Ф2. Затем вот в такой редакции черные желают отобрать пешку. Ну, шахи можно давать, хотя я думаю, шахи-то можно действительно давать. Давайте лучше тогда поставим короля на G1. Считаем, что мы сыграли король на G1, чтобы не переписывать вариант. Вот. Там на самом деле при короле на G5 нельзя давать шах за D5 и за Ладья Ф5. Поэтому король G3 коварнее даже. Ну, разницы нет. Все равно вот эта позиция оказывается благоприятной для черных. То есть белые не успевают спастись. Но если король на G5, то шахи Ладью снизу, а тут вот забились в угол. Ну и постепенно, в данном случае совсем скоро, выиграли пешку, а на 7 вместе с ней партию. Это по поводу хода король B5, который не был сделан. Он был сделан в ход король D5. Ну, мечется куанк Лем туда-сюда своим королем. Не успевает он ничего сделать, поскольку король уже черных прошел этот самый пятый ряд. Вот B4, H2 даже играет Ливон, не бьет на проходе, ничего. Достаточно ему. Ладья G3 и сдались. После хода Ладья G3 сдались белые, потому что план черных какой? Забрать! Если Ладья A1, то Ладья G1, а иначе забираем пешку, ставим Ладью на B3 и все. А потом спокойно забираем за пешку H белую Ладью и двигаем пешку A. То есть вот так закончилась эта партия, в которой Ливон получил шансы. Он выиграл черными. Он сравнял счет во втором сети, проиграв первый, но сравнял счет полтора на полтора, счет стал во втором сети, и все стало зависеть от того, ну, многое стало зависеть от того, что произойдет, и как закончится четвертая, последняя партия, основная, скажем так, второго сета. То есть Ливон Аронян должен был обязательно выигрывать эту партию по заказу белыми фигурами, и возникла вот такая вот позиция после 37-го хода ферзь H5. Здесь, как вы понимаете, никакого контрольного 40-го хода нет. От начала до конца с единожды данным вам запасом 15-минутным времени вы играете, но добавляется по 10 секунд после каждого сделанного хода. Вот такая позиция, ход белых, Ливон сыграл король конь D4. Но если посмотреть, взглянуть, оценить эту позицию, то понятно, что и слон у черных хорош, и фигуры хорошо, и на F3 висит. И вот парадоксальным образом сильнейшим ходом за черных, самым надежным, был ход ладья А7, А8, чтобы защитить свою ладью и пропустить при необходимости эту ладью по восьмому ряду на поддержку остальных фигур. Скажем, ладья Е1, слон бьет D4, теперь вот такой вариант возможен, и взятие на F3, и теперь, если ладья бьет F3, то мат. Кстати, не конем бьем на F3, а ферзем, мат. Вот, а если слон D1, завязывая все на свете, тогда можно сыграть ладья F8, и ладья пригодилась. То есть, белые не смогли перехватить инициативу, но если они вот пытаются забрать качество, ну, слоном брать не очень-то, потому что мат получается, скажем, B6, как-то приставать сбоку, отступаем, если Bc, интересная штука. Вот белые забрали пешку на C7, образовали проходную, расчленили силы черных, если взять ферзем, то ладь слон бьет F3, конь бьет F3, ферз H8, ферз G7, выиграли партию. Но можно дать шах, вперед, можно взять, и оказывается, что вот удивительное дело, вот такая позиция, белые провели ферзя с шахом, у белых материальное преимущество очевидное, но просто ферзь за ладью, а позиция у них безнадежная, поскольку невозможно парировать угрозу ферзь F1 мат, ну, и другая угроза, нет, другой угрозы нет, ферзь F1 мат, серьезная угроза. Если король H3, то получается тот же самый мат, немножко в другой редакции. Если сыграть слон Е2, прикрывая это поле, взяли, ну, и взятие на H3, опять ферзь F1 мат. То есть все равно ферзь F1 мат старше. То есть БЦ вот здесь за белых не проходит в этом острейшем варианте. Надо бы играть слон Е2, прикрывая поле F1 от шаха и мата, конь F2 тогда. Если король G2, тогда конь D3, ну, черные сплетают какие-то матовые игры жива, кони свирепствуют, ну, если взять на D3, то ладья будет D3. А что еще? Угрожает ладья F2 с жуткими последствиями. Вот. Ну, давайте БЦ попробуем сыграть, просто чтобы было понятно, что это за жуткие последствия. А, ну, конь Е1, что я говорю? Ну, ладья F2 тоже угроза, но конь Е1, висит ладья. Так что не надо, не надо как-то исхитряться, просто забрать материал. А если слон бьет D3, то C5 очень сильный ход. Чтобы белая пешка на B6 не переходила на C7, не действовала на нервы, взятие, взятие, угрожает шаг с F3, ну, вроде конь висит, взяли, ну, тогда ладья D2. Теперь, если король H3, то вот такой мат. Ну, а если идти вниз куда-то, на H1 на G1, то или с G3, с F3 или с F2 будет дан шаг, например, здесь вот такой шаг, и мат белый король все равно получит. Но это все очень неочевидные такие варианты. Если на коне F2 не король G2 сыграть, а король G1, тогда конь H3, ну, чем-то похоже на то, что мы видели. Теперь, если Bc, тогда ладья бьет Е2, снова ферзь проходит, король убегает, и снова белый король беззащитен, угрожает ферзь F3 мат, бить бессмысленно, потому что ферзь F1 шаг, а что еще делать? Шагов-то нет. Черному королю только отдать ферзя и сдать партию, ладья висит и угрожает ферзь F3 мат. Но если взять, тогда вот такой шаг, не с F3, там выигрыша нет, только ничья. А тут мат поставили в два хода. Ну вот, это по поводу хода Bc. А если ферзь D1 перейти в такой пассив, тогда конь F3 с угрозой конь, не конь, а ладья бьет H2 мат, нужно брать поэтому, ладья бьет B2, слон H5, ферзь F2 и мат на H2, ну фактически неотразим. Хотя, как неотразим? Знаете, зря я бросил этот вариант, там есть ход ладья E2 и вариант, давайте еще раз, вот все-таки покажу главную линию этого варианта, а то как-то я прервал, мат неотразим. Отразим мат, еще как отразим. Король G1, конь H3, ладья F2, ферзь D1, правильный ход, конь F3, взятие, взятие, слон H5, ферзь F2, исход ладья E2. Надо до конца довести. Вот, ладья бьет E2, слон бьет E2 и ферзь бьет B6. Вот здесь уже, ну, что-то похожее на конец географии. То есть, черные забрали пешку, лишили белых важнейшего козыря. Да, на момент у черных две пешки, но может там сыграть король G2, продолжить сопротивление, заставить соперника сыграть вот так вот, наверное, взятие, там конь G5, тогда H4, начинаются какие-то осложнения, конь B3, E4, слон B3, E6, король отступает, надо играть конь F6, у черных лишняя пешка шанса на победу, а давайте, ну как давайте, не надо ничего вспоминать, в этой парте, черных Ляку Анклема в этой парте устраивала ничья. Итак, вот ладья A8 был правильный, а Ляку Анклем как-то после не очень долгого размышления, но времени было мало, сыграл слон бьет D4, ферзь бьет D4, и уступил в плохой редакции очень важную для себя фигуру, а именно слона ударного, разменялся, за что? Еще на А7 ладья висит, если бы она отступила на А8, не надо было бы тратить темп. Здесь вроде бы лучше было сыграть ладья бьет F3, оставив ладью свою на А7 без защиты, и в случае ферзь А7, ладья берет, берет, ферзь Е2, создавая многочисленные угрозы белому королю, но черных устраивает ничья, и там конь F3, еще какая-то идея, и можно дать шах, конечно, король отступает, но шах с поля B8 был не лучше, потому что все равно белые должны пытаться переводить ферзя по восьмому ряду, пешкоястом заниматься времени нет, ладья висит, важнейшая, а тут что? Тут конь F4, ну, выручает черных, вот такой вот тактический маневр, а не черные согласны на вечный шах, ладья белых подвисает, ферзь G2, угроза страшная, наверное, ладья B4, главное возражение, взятие, ферзь B4, шах с Е7, увел бы ферзя с линии F, и нельзя было бы сыграть ферзь BF4, теперь взятие, слон Е5, взятие, шах, король отступает, и позиция ничья, просто потому что черные готовы дать вечный шах, если белые начнут забирать пешку с Е7, там можно дать шах, по младям, D1, Е2, H5 и так далее, вопросов нет. Короче говоря, вот ладья F3, видимо, спасал партию, но B6, быстренько, 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 сыграл здесь для Куан Квем, и слон D1, и дальше уже начинается реализация большого преимущества белых, фержи F6, два срана, крепкая позиция, черные фигуры вытесняются, как-то не похоже на то, что было только что, конь если отступит там на H8, какие-то неприятности, ну куда, можно на F7 отступить, Леокуан Квем решил сыграть вперед, вот так вот, а что было бы, если бы в случае кони F7 защитили поле H8 и так далее, ну тогда просто F5, прорываемся в лоб по центру, вскрываем линиев, ладья входит, и атака решающая все равно на черного крале будет развита, вторая ладья еще потом подключится, и на G4 слабость, ну хорошо, C5 играет для Куан Квем, взятие, черные еще развалили свою позицию, если конь C6, тогда шах, и что очень важно, сразу F5, при ферзе белых, находящемся под ударом, взятие, взятие, снова ферзь черных под ударом, а не только белый, но если ферзь G5, чтобы не оставаться без ладьи, или без чего-то подобного, то шах, шах, и оказывается, что позиция абсолютно безнадежна, на G4 пешка висит, ну можно разменяться на F1, и что дальше? Дальше ничего, на G4 висит, пешка G опасная, страшная, ну довольно быстро белые эту партию выиграют, ну было сыграно конь F3, так поступил я куан Квем, шах, затем F5, ну теперь если EF, то снова EF, знаменитый, знакомый нам мотив, если взять на H8, то бьем на G6, остаемся или с лишним качеством, и на самом деле с лишней ладьей, все заканчивается, то есть там еще слон F3 и висит второй конь, в варианте, так скажем там, взятие на H8, взятие на G6, король G8, король бьет H8, белые могут сыграть слон, хотя надо осторожно играть слон бьет F3, может быть ладья бьет F3, точнее, чтобы ладья 2 шах не смущала нас, вот, ну ферзь бьет F5, если тогда слон бьет F3, шахта C2 ничего не дает, просто ушли, наш 1, а если взятие, тогда взятие, ферзь бьет F3, взятие на H8, в общем возникает такое вот окончание, где вроде бы в смысле фигур черные ничего не потеряли, у них нет пешки, но позиция абсолютно безнадежная, потому что еще на B6 в любом случае отбирается пешка, король должен был приближаться к проходной, иначе она пошла бы вперед, на случайе, вот, король ладья H6, вот, ну безнадежно у черных после F, хотя может это было чуть упорнее, но не спасало, вот, ну было сыграно ферзь H5, так поступил я к 1, ферзь F6, ферзь начал объедать черные пешки, взятие на F3, король H1, конь G5, ферзь бьет D6, конь бьет E4, ферзь E5 с угрозой ферзь H8 мат, пешка G3 защищена ферзем, конь F6, ладья E1, причем ходы делаются очень быстро, потому что ведь это рапид, правда не блиц, но рапид, ну и в общем вот, вот такие вот вещи происходят, B5, ладья E4 висит конь, затем взятие на B5, это ходы, которые в партии были сделаны, я их показываю без особо комментариев, просто потому, что позиции абсолютно выигрышные для белых, и довольно, ну до последнего сопротивлялся Леакуан Клем, шах, затем ладья отступает, затем ладья атакует коня, вроде бы вилка, ах как страшно, но нет, ладья же опять шах, потом еще пешку забрали шахом, потом дали шах, всех активизировали, оттестрили черного короля куда-то вперед, можно было выиграть быстрее и проще, вроде как, но главное в такой ситуации, когда у вас нет времени, это надежность, и в общем, эта надежность Леонароньян здесь выказывает, демонстрирует в полной мере, король f1, ну, вроде меняться все равно надо, иначе еще хуже, ну, пешку c7 черный отобрали, теперь белые должны аккуратно сманеврировать, чтобы не вылететь какую-нибудь этюдную позицию, ничейную, с двумя связанными проходными, но видите, король аккуратно обошел все это пешки, не торопился Леонароньян гнать вперед, теперь ладья ушла в сторону, с двух сторон сразу одновременно черная ладья белого короля атаковать не может, но если король h6, то можно g5, ладья bg5, ладья b6 выиграет ладью, вот, а если король f6, все равно g5, если ладья bg5, то ладья b6 шах, потом еще один шах, забираем, выигрываем ладью, король идет вперед, шах, ладья f6, и после хода h6, Ле Куан Квем признал себя побежденным, после чего время, дело дошло до Блица, 5 минут, ну, в общем, понимаете, в чем дело, ну, Блица, конечно, особая, так сказать, категория, особая разновидность шахматной игры, я сейчас поменяю несколько титров, чтобы не забыть, во-первых, я меняю титр, кто с кем играет, а во-вторых, меняю титр, поскольку сразу начинаем с Армагеддона, в двух Блицевых партиях, ну, соперники поддавливали друг на друга, имели шансы, но это Блиц, и, в общем, по большому счету, игра была равной, проходила в более-менее равной борьбе, хотя мог быть зафиксированный в одной и другой партии Блицевый результат, но обе закончились ничью, и вот Армагеддон, по согласно регламенту, если Блица 1-1, то Армагеддон. Белые должны выиграть, во что бы то ни стало, белые фигуры доставились Ля Куант Лему, и, в общем, Ливон весьма так достойно, чисто по шахматному, отбивался, отплевывался, ничего сверх экстраординарного по ходу борьбы вроде бы не происходило, и вот мы дошли вот до такого вот окончания, в котором белые фигуры у Ля Куант Лема, он обязан выигрывать, ничья в пользу черных, ну, что может быть, и вот они шлепают. Почему надо сказать, что вот здесь 56 ходов, 60-го хода только какое-то минимальное добавление, а так никакого добавления, ну, слон Д4, я уж не знаю, вот слон Ж3, слон Е7, и вот этот самый 60-й ход, который еще, так сказать, на висячем флажке был сделан, слон Ж5. Ну, можно сказать, было слон Д4, но понимаете, конечно, любые нормальные люди бы спросили задавно на ничью, если бы это была не особая спортивная ситуация, не Армагеддон, в котором ничья для Белых равносильно поражению. Солн Ж5 играет здесь быстро, Ля Куан Клем, ну, можно сыграть слон Биржи 5, но у Ливона на 60-м ходу на висящем флажке тоже задача, не чтобы, главная задача, чтобы не кончилось время, а не чтобы там что-то забрать. Забрать, конечно, хорошо, но если время упадет, то все остальное не считается, поэтому он играет слон Д8. Ну, вообще, это не совсем шахмата, конечно, слон Ж5 не был сыгран, был сыгран слон Д8. Ну, слон Д8, это ничья, то есть, успел, видимо, за какие-то щитные секунды понять Ля Куан Клем, что здесь вот никак не выкурить черного короля с поля Ж8, там даже король Е7, король Ж7, если Ф5, тогда разменяется, разменяется король Ж7 и А6, то есть, это легкая простая ничья, если поменяться на Д8, хотя убил большую территориальную примусть. Слон Е3, поэтому, теперь слон Е7, начинается маневрирование, то есть, игра на время в чистом виде, хотя минимальное добавление есть, и это, конечно, что-то меняет ситуацию, меняется здесь уже Ля Куан Клем, надеясь на что-то, непонятно на что, но объективно, можно было бы говорить король Ф8, Ф6 тоже делает ничью, и теперь Ф4, вот здесь, видимо, Левон как-то на секундочку засомневался, испугался, и скажу сразу, у него закончилось время, вот абсолютно ничейного окончания, ну, уж не знаю, с какими там практическими, супер минимальными практическими шансами у белых, на висящих флажках, партия закончилась с ничейным пешечным окончанием, чтобы доказать, что она ничейная, делаем сильнейший ход H5, если ЖАЖЖ, ну, можно вроде бы окружить, попытаться пешку Ф6 на Цуксванге, но не получается Цуксванг, потому что, если король Д4, тогда просто стоим, здесь можно сыграть и Ф5, а потом занять оппозицию этой ничья, если сыграть Ф5, то заняли сразу оппозицию, и снова ничья, ходим друг напротив друга, никак окружить, обойти, черного короля, белые не могут, но если Ж5 сыграть, не ЖАЖ, мы только ЖАЖ смотрели, а сыграть Ж5, ну, тогда взятие, взятие, ну, и вот делаем такие ходы, делаем такие ходы, и просто приходим на Ф5, Цуксванге, собираем пешку Ж5, и тоже ничья, но я думаю, что для болельщиков Ливона и для него самого, конечно, ну, такая, не знаю, маленькая, большая, но в общем трагедия, потому что безнадежный матч вытянул, выиграл, конечно, благодаря ошибкам соперника и так далее, но все сложилось, все хорошо, и вдруг такая концовка, такая фиаско, проигрыш по времени в ничейном Эншпиле в Армагеддоне, когда ничья в пользу черных, то есть в пользу игравшего черными Ливона Роняна. Ну, давайте я сейчас сразу поменяю титр, вместо Армагеддона здесь поставлю первый сет финала, а тут вместо этой партии поставлю так, что такое? Это никто сделал, это ниже надо, вот у меня, я проскочил, секундочку, Сууэр Лекуанхлин, вот так, эта партия самая интересная, на секундочку вернемся, вернемся к тому, что происходило, то есть первые сеты, а знаете, в итоге полуфиналов я уже вам дам, поэтому не буду, сразу перейду к показу той партии, которую я вроде бы уже было дело начал, и так, первая партия, первый сет, финала, главного финала, Веслия Суу играет с Лекуанхлиемом, матч за третье место, встречаются проигравшие, а именно Левон Ронян и Володецлав Артемьев, который, конечно, блистательный, блицор, и, в общем, это матч равных соперников, а что у Веслия Суу с Лекуанхлиемом? Лекуанхлием, Левослисов, мне кажется, ну, он, конечно, очень опытный шахматист, разносторонний, очень сильный рапидист и блицор, вроде как, блицор, он уступает Хикару Накамури, кому-то еще, может быть, хотя обыгрывал и Магнуса Карсена, и того же Накамуру в этих сражениях, но вот это 15-минутный контроль с 10 секундным добавлением, Лекуанхлием уже доказал, что он очень опасен, очень неплох, и Левослисов играет Е4, то есть он, наверное, изучил такие творчества Лекуанхлиема и ощутил, нащупал некие слабые места в его творческом кредо, ну, Д2-Д3, идем на испанку, а потом играем Д2-Д3, популярный подход, отступаем, причем известно, что Лекуанхлием играет, в общем-то, классическую испанку, но все равно идем сюда, это я с точки зрения Веслисову рассуждаю, но Лекуанхлием, в общем, шахматист хороший, маневрирует, уверенно маневрирует, так, Дурнова в голову не берет, взятие-взятие, захватывает центр, и ощущение такое, что белые, в общем, лишились уже возможности бороться за преимущество, поскольку черные расставились как надо, и слоны на Ф8 профилактически отверли, королевский фланг защищен, Д5 с комфортом относительным провели, пешка Ц, конечно, при этом остается от Салы, но преобладание в центре, хорошие фигуры, но непонятно, почему у белых должно быть лучше взять и взять, слон Д2, защищаемся, Радья В8, А5, ну, белые пытаются подзажать соперника на фланге, но А, что, пешка А6, что ли, слабая? Ну, слон Анси 4, если белые переведут, может быть, тогда какой-то объект атаки появится, но белая своя потенциальная слабость может на А5 образоваться, ну, и кроме того, ведь не только вокруг пешек А5 и А6, не только вокруг них разговор идет. Коня в 6, опять же, я не хочу комментировать отдельные ходы, довольно логично расставляет свои фигуры крепенько Ля Куан Клем, почему я говорю все время о Ля Куан Клеме и почти ничего не говорю о Весли Соу, в данном случае, вот, отступление назад, это попытка играть, как бы, на выигрыш, но Коня в А5 стоит хорошо, и вот попытка завязать борьбу, не допустить упрощения какого-то, выхолачивания борьбы, ничьей в этом парте, ну, в общем, побуждает Весли Соу создавать какие-то, маневрировать по-хитрому, вот, абсолютно, у нас 6 не угроза, но где-то как-то идея, вскоре мы поймем, что действительно, вот, эта батарея, она, так сказать, достаточно серьезная штука, но белые могли сыграть С4, и, видимо, это уравнивало позицию, вот такая позиция примерно равная, там, ладья Б8, Конь Б8, ладья Б1, применяли ладьи, ну, у кого-то, может, символически лучше, а может и нет, даже непонятно у кого, всех поменяли, материальное равенство и объективно равные позиции, но сыграл, опять же, продолжая играть как бы на выигрыш, сыграл ВССову Конь А4, это, в общем, частичная игра с огнем, С4, С8, С4 возвращается назад, чтобы укрепить пешку А6, Конь Ф5, белые продолжают считать свой план, Ферзь Д5, оказывается у белых свои слабости и объекты атаки, мат на Ж2 в один ход угрожает, Конь Е3, Ну, Конь Е4, ничего белые с конем на Ф5, такого добиться мы не смогли, а Ферзь и фланг у них было бы подослаблен, то есть я пытаюсь как-то вот на человеческий язык перевести мотив, по которому они, то есть белые, ВССову не сделал ход Конь Е4, хотя может ход какой-то заслуживает внимание, но вот взяли, наверное, взятие пешкой, и Ферзь и фланг, я уже сказал, подослаблен, и не факт, что даже на С4 надо идти, там, Конь Е3 все-таки, можно и Ферзь Е6, и Конь Д6 идет, а на королевском фланге белые все равно ничего не сделают, ну, Конь Е3 сразу играет, ВССову сохраняя большую мобильность своей структуры, нужно было сыграть с роном Б3, ну, крутясь возле равенства, чуть хуже у белых все-таки, но азартный ход Ладья А4, то есть, Ладья стоит под какие-то удары, правда, она защищена с роном С2, поэтому взять на С3 невозможно, Ладья С4 есть идея, и хочет Ладья, может быть, ну, если повезет, переброшенный быть куда-то на королевский фланг, что-то там такое отдать, и замотовать черного короля, вот видим, ВССову все-таки подсмотрел, что, ну, не всегда проявляет полный, максимальный, ненадлежащий уровень бдительности, не ВССову, а Ля Куан Клем, Конь Д6, теперь Д4, вскрытие центра, игра с огнем, ферзь А7, теперь можно было сыграть Конь Ф5, это не игра на выигрыш, это не игра в атаку, это попытка, ну, скажем так, откупиться, ну, выбрать меньшее золо, откупиться малой кровью, отделаться, взятие-взятие, на А4 не берем, чтобы, это важный слон у черных, а тогда белые обретут инициативу, тут, скажем, ФСС5, Конь Беда Д6, Ладья Беда Е1, слон Беда Е1, СД, черные поактивнее, у черных символически получше, но нет ощущения, что белые обязательно должны проиграть, там можно ФСС1 защитить пешку А5, как-то вот так защищаться, СЛН Д2, активизироваться, хуже, еще раз, хуже позиция эта, безусловно, у белых, но, видимо, не на много, а была сыграна Ладья А1, то есть Ладья Трубит А2, и, может быть, вдохновлен на эти обстоятельства, Лео Куан Крем решил еще, ну, подбросить Угля в топку атаки, можно было забрать на Д4, вот пешка висит, можно было ее забрать, и ничего страшного, черным не случилось, пешка лишняя, белые должны как-то исхитряться вот таким образом, пытаться играть СЛН С3, бить С3 теперь нельзя, из-за шаха на А7, и выиграли ферзя за двух слонов, но, атакованный ферзь может заступить на Е6, все крепненько, у белых есть вот такой вот маневр, дающий им шансы на спасение, взятие на С6, белые без пешки, у них два коня, ну, конь против слона, и черные вправе сыграть конь Е4, белые отступают, связывая коня, ферзь Б2, настаивая на размене каком-то таком, если вот мы, ну, конь Ф6 попытка испортить черным пешки после ЖФ, ну, скажем, с королем Шести взятие, то ясно, что, ну, позиции белых тяжела, просто не хватает пешки, да и черных порувший слон, чем белый конь, то есть непонятно, почему было нельзя взять пешку, но Ля Куан Клем, понимаете, вот часто в шахматах еще играет определенную роль психология, вот я делаю ходы, я что-то предлагаю, я, может быть, блефую, предлагаю вам пойти на какой-то вариант, может быть, у меня за душой что-то есть, может нет, за конечное время, тем более в рапиде, посчитать все невозможно, а вот соперник, в ответ на это предложение, скажем, мое, реагирует так, а я иду в другую сторону, вот ты хочешь сюда, а я вот сюда, ферзь А8, и ходом ради АБ1, белые, ну, более-менее выравнивали игру, ничего не висит, на Ж2 защищена пешка конем с Е3, на Д4 можно разменяться, слава ферзя на А7 нет, забрать пешку это нельзя, но было сыграно Ф2, А3, Ф3 ослабляясь, непонятно зачем, вот так, если отвлеченно рассудить, теперь взятие, взятие, и ферзь А7 давала преимущество снова черным, возвращала им преимущество, поскольку белые сейчас ослабили с ходом Ф2, Ф3, заметный плюс, не решающее преимущество, но заметный плюс, было сыграно конь Б5, так сыграл Леакуан Клем, тоже логично, вся игра крутится вокруг вот этого самого, королевского фланга и центра, и может быть после хода коня Ф5, Леакуан Клем забыл, что вообще у него существует король какой-то, слон Д7, ладья Е5, белые вбрасывают ладью вперед, ну напряжение какое-то завязывается, никуда брать ничего нельзя, не получается, но ферзь А7, теперь на Д4 пешкой висит, конь Б4 угроза, все-таки, наверное, ну и там шахи какие-то, если там конь СФ5 будет отключен, слон Е3, надежно укрепляет опода, и черные беды должны сыграть слон Б5, конь Б5, Ж6, острейшие варианты, посчитать трудно, оценить можно, ну в чем хитрость, если слон Б6, тогда просто ладья Б5, пешка Д4 связана, забрали целую ладью черные, и выигрывают за счет этого материального завоевания партии, то есть это зибок слон Х6, можно сыграть пытаться конь Х6, здесь белые теряют не так много, промежутки могут ладью из-под удара увести шахом, разменяв ВНЕ8, чтобы после радиа Е5 не остаться без радии, и лишь потом взятие, тогда конь бьет Д4, материальные равенства у черных очень активные фигуры, конечно у черных два коня против двух слонов, можно увести короля, вроде бы все у белых в порядке, но конь Х5, и оказывается, что активность черных фигур старше, у белых тяжелейшая позиция, конь лезет на Ж3, второй конь лезет на Е2, там какие-то, что-то похожее на матовую сеть, вот-вот, можно сыграть слон Е4, позволить черным забрать этого слона одним из своих коней, у черных лучше, может быть не выиграют они, но лучше безусловно в варианте, при любом взятии на Х6, а если не брать пешку, а сыграть король Х2, видимо это лучшее решение за белых, оставить фигуру под ударом, вот так вот, пожертвовать ее, то здесь не так все просто, то есть начинается вот такая вот острая игра, но у белых теперь уже действительно активный ферзь, хороший надежный король, пешку они еще одну забрали, примерный вариант вот такой, ферзь Д4, атакована ладья, сразу мат белые никак не ставят на ходы, типа ферзь Х6, конь ВТ5, пока он связан, но и белые не могут атаковать черного короля, когда ладья Е1, там конь С3, Е6, разгружаясь, шах, конь Е2, этюдный удар, такой красивый удар, если взятие на Е2, то ферзь Д1 и взяли на Е2 с выигрышем партии, поэтому надо лучше всего, наверное, взять на Ф7, отступить слоном, по-прежнему бить на Е2, было нельзя, это ферзь Д1, и теперь угрожает взятие коня, в поле Д1 прикрыто, но конь Ж3, скажем, король Ф8, и начинается вот такая вязкая игра, но позиция на самом деле близка к равной, но очень сложная, то есть у белых две пешки за фигуру, но у них слон против двух коней, и у черных открытый король, правда атаки прямой нет на черного короля, но король сказывается, и у белых все-таки связаны проходные на фланге, что позволяет им в ряде случаев переводить игру в окончание, но все-таки лишняя фигура, это лишняя фигура, то есть вот слон Ф5 приводил к сложнейшей игре, уже, так сказать, намудрил немножко Ляку Антлем, прошел мимо ряда выгод, которыми располагал, но вместо того, чтобы сделать ход слон бьет Ф5, он почему-то, вот он забыл, ну понятно, в горячке борьбы это легко сделать, забыл, что белые все-таки сконцентрировали немалые силы против короля черных, и он сыграл Ц5, подрывая центр белых, побуждая как будто их взять на Е8, но перекрывая при этом важнейшую диагональ на время, на 1-2 темпа, но это очень много в такой позиции, важнейшую диагональ А7-Ж1, и следует конь бьет А6 шах, этот удар наносит ВС Лесо, и оказывается, что просто безнадежно у черных, у белых решающая атака, потому что ферзь не может включиться, ферзь Д4 шах нет, нужно время, а там уже ферзь Ж5, и поле А7 контролируется слоном с С2, второй слон тоже работает в атаке, просто белые имеют решающую атаку, простой очень вертик, ладья бьет Е5, взятие, С4, наконец-то шах, черный дает, король Х2, пожалуйста, но конь висит и ферзь Ж5 ображает, конь Х7, теперь слон бьет Ф8 просто, если ладья бьет Ф8, тогда ферзь Х6, висит конь, и никакая сила опять же, ну, Ф5 надо вроде играть, взяли на проходе, висит по-прежнему конь, скажем, слон Е8, подключая к защите коня ферзя своего, тогда ладья Е1 с угрозой ладья, Е7, и приложить размен ферзей нельзя, а что можно, конь Д4, например, ну, слон бьет Х7 в данном случае, такой тактический маневр, если король Х8, тогда ладья Е4 с угрозой ладья Х4, то, что я показал, более эффективно, чем ладья Е7 сразу, вот, а если слон Ж6, здесь закрываться, вот так вот, ну, почему такой ход, ну, вот, например, а можно ли сыграть ферзь Ж6, такой естественный вопрос, тогда ферзь Д5 шах, и забрали просто коня, и очень много универов лишнего, то есть, фигур поровну, но, три пешки, но одну черную отберут, хотя, может, и не наберут, на Е8 висит слон, безнадежно, абсолютно после этого у черных, если сыграть здесь слон Ф7, я извиняюсь, давайте еще раз, ферзь Ж6, ферзь Д5, а что, собственно, слон Ф7, ферзь Д4, да, вот, что еще можно сделать, король Х8 мы посмотрели, тогда ладья Е4, а если слон Ж6, тогда все равно ферзь Д5, с теми же самыми идеями, о которых я говорил, это в случае вот в этой позиции, если бы был сыгран ладья Бетов 8, но конем взял, Ля Куан Клем, ферзь Ж5, шах, если король Х8, тогда конь Х5 и мат неотвратим, буквально в 1-2-3 хода, ну, скажем, конь Ж6, шах и мат, с Ф6 или ферзь Ж7 тоже мат, но если сыграть конь Ж6, тогда конь Х5, так и было в партии, и угрозы нарастают, и слон Беже 6 угроза, и проникнуть, ферзем там через одно из полей, ферзь Х6, ферзь Ж7 мат, ферзь Д4, чтобы на Е5 забрать, слон Беже 6, так как на ход ферзь Х6 была бы защита, ферзь Беже 5, а тут, ну, отдали ладью, ну и что, шах, и черные сдались, потому что в случае отступления Ж8 вот такой мат ставится, а если отступить на Е8, то вот такой. Ну, вот так завершилась эта партия, во второй партии, Ля Куан Клем белыми имел, поставил проблемы определенные перед грозным соперником, против Весли Сова, но Весли Сова как-то отбивался, отбивался и, в общем, достаточно уверенно отбился, хотя должен был защищаться. И вот третья партия, которая начиналась с третьей партии первого сета финала, которая начиналась при счете полтора на пол очка в пользу Весли Сова, и он снова имеет белые фигуры. И вот в неком смысле повторение пройденного, то есть был сделан ход с Е2 на Е4, Е7, Е5, Конь Ф3, снова испанская партия, и на этот раз, интересно очень, Весли Сова здесь вот не играет Д2, Д3. А продолжает ладья Е1, причем даже Д6, не пугает применением контратаки Маршала его соперник, С3, поэтому смело, Аш3, и интересно, что очень быстро делается много ходов, то есть, ну, не знаю, уж хорошей или нехорошей традицией стало, что белый разок ходом Конь Ж5, Конь Ф3 повторяют позицию, системе Зайцева белые могут зафиксировать это ничью, если хотят, но, с другой стороны, черных ничья удовлетворяет по правилам, в данном случае, даже если бы Весли Сова сделал ничью белыми, то в четвертой партии при счете 2-1 в свой пользу ему пришлось бы защищаться черными, и он, наверное, помнил, что накануне, то есть, предшествующей партии черными во второй партии он имел, испытывал определенные трудности, вот, хотя не проиграл, а тут вот известный вариант, то есть, вариант, ставший знаменитым, ну, еще и до матча, третьего матча между Карповым и Каспаровым, матча 86-го года, там была сыграна пара очень таких судьбоносных, зрелищных, ярких партий, и до этого так играли, здесь вот, можно, скажем, пытаться ход играть, Ради А3 сыграл, сразу скажу, сделал главный ход здесь в ССУ, если конь Ф1, тогда есть вот идея Ф5, собственно, черные на нее уповают, делают ставку, жертвы пешки, такая блокада, черные вроде бы расслабили свой фланг, но там на Д5 висит, и, в общем, у них более-менее все нормально, то есть, поэтому конь Ф1 белый не играет, играет ладья А3, ладья включается в дело, вступает в дело, в бой, на Е4 защищено, конь с Д2 может уровень через Ф1, через Е4, устремиться вперед, черные сыграли Т5, С4, конь Д4, ферзь Ф6, конь Ф3, конь С5, вот у меня такое ощущение по той скорости, с которой соперники делали ходы, что и тот, и другой эту позицию хорошо знали, хотя, ну, она практически не встречается, и ход Б3 сверх экзотический, на первый взгляд, но имеющий глубокий внутренний смысл, и ход был сделан достаточно быстро, что свидетельствует о том, что он, ну, заранее, в той или иной степени, анализировался в ССО, он ему знаком, но если ЦБ сыграть, тогда АБ, этот ход не был сделан ЦБ в партии, и белый играет конь Б3, у них, у белых получше структура, на Б5 слабость какая-то, у белых крепкий центр, у белых руш, бесспорно, руш, сюда черные идти не должны, то есть ЦБ это не то, Конь Д3, изход, который был сделан, Конь БД3, сильнейший, так сказать, самый жесткий принципиальный ход, сделал Ля Куан Клем, слон бьет Д3, Конь бьет Д3, белые отдали важнейшего слона, за коня соперника, правда, кони у черных тоже такие грозные, кони зверя, один из них, второй, закаспарился, занял поле Д3, теперь Б4, вот, над ходом Б4 думал, продумал некоторое время, Ля Куан Клем, ну, хотя бы отчасти эта позиция для него была, видимо, ну, оригинальной, немножко оригинальной, скажем так, Ладья А1, и, может быть, черным стоило сыграть Конь Ц5, но я не решусь давать какие-то советы, что лучше, что хуже, после Конь Ц5 висит пешка на Е4, можно отдать пешку Ц4, но у белых поручше чуть-чуть. Конь Е5 играет Ля Куан Клем, другая альтернатива, как принято говорить, ну, неплохая альтернатива, в некотором смысле напрягается белые по диагонали, они играют Конь Бет Е5, ДЕ, то есть ценой размен на Е5 и улучшение структуры черных белые избавились от этих неприятностей, но, может быть, Конь Е5 объективно все-таки ход неправильный, а правильно было просто играть, как ни в чем не бывало, вот типа опять наши электронные друзья советуют, чтобы черные там не могли закрепить свою структуру, и пешки черных на полях Б4 и Ц4 превращаются в слабости, но, опять же, я не готов обсуждать предметно это продолжение, эту позицию. Здесь же понятно, что белые, ну, уступили что-то такое, то есть, конечно, Конь на Е5 стоит, слон на Ц1, ладья вот-вот на Ф3 и ДЖ3 перейдет, и вот расчет, видимо, был примерно на это, на все у Лесли Соу, он уже однажды видел, как недооценил возможности соперника атаковать на королевском фланге его оппонент, здесь правильный ход был слон Ц8, и у черных полный порядок, вот надо срочно заняться этим конем, профилактикой проблем каких-то, ну, ладья Ф3, скажем, а если БЦ? Вот если БЦ, ведь отдали материал, ну, как отдали материал, слон где-то Ф5 есть ход, я уж не знаю, ладья Ф3 надо обсуждать или нет, там есть идея ИЖ6, и на взятие Е4, и ладья у белых на А1 висит, но если ЕФ, ферзь бьет Ф5, материальная равенство, слон где-то на С5, ну, у белых свои плюсы, позиция сложная, но, наверное, примерно равная, так вот, если ладья Ф3 здесь вместо БЦ, не брать пешку, а создать угрозу конь БЦ6, тогда слон бьет Ф5, ладья Бьет Ф5, ферзь Х4 висит снова на Е4, ферзь Ф3, с карм защищает эту пешку, взяли на Б3, опять же, на Ф7 мы отдаем, я с учреждением черных рассуждаю, но играем слон Д6, крепко все, следующий ход ладья Ф8, ну, слон Е3, например, ладья Ф8, у белых слабость на Е4, ну, что там надо, меняться невыгодно, надо как-то отступать, крепить оборону, и вот после Ф3, после Ж6, заставляющего разменяться, черные захватывают линию, и теперь можно что сделать, ну, играть Ферзь Ж4, значит, жуткие проходные сопернику оставить, по линии Б, то есть, а с другой стороны, что Ферзь Д1, тогда Ферзь Бет Е4, но опять же, о преимуществе белых, я думаю, не может быть и речи, преимущество скорее на стороне черных, борботи не такое большое. Это к вопросу о том, что С8 был сильнейший ход, который черные были обязаны сделать, но Ляко Анклем, опять же, верный своей вот традиции предыдущей партии, в которой он имел черные фигуры, первой партии мини-матча, вперед, защищенный проходной себя обеспечивает, но на это и делал ставку Весли Су, Ладья Ф3, угрожает слон Бет Е6, и оказывается, что слон, Конь, Ладья, и готовый подключиться к атаке Ферзь, просто делает с черного что-то страшное. Надо защищаться от конкретной угрозы. Если Ферзь Д6, то Конь Бет Е6, Жаш, Ладья Ж3. Ферзь отступает клад назад. А куда еще отступать-то? Ну, я не знаю там, я думаю, что на слон Е6 можно сыграть слон Е3 и вытеснить Ферзя все-таки с 6-го ряда, откуда он защищает худо-бедно своего короля. А тут, Конь Бет Е6, очень естественный удар, Ладья Ж3, лобовая атака, если слон Ж7, то слон Бет Е6, и все, король отступает, Ферзь Ж4, черные сдались. Вот все, вот все, черные сдались, потому что угрожает Ферзь Ж8 мат. С Ферзь Ж5 играть нельзя, слон на С1. А если уйти слоном, чтобы защитить это поле, то мат на другом поле на Ж7. Вот так закончилась и эта партия, и Сет в целом, потому что Весли Соу, победив второй раз с белыми фигурами, добился счета весьма для себя благоприятного, а именно два с половиной на пол очка. Ну, теперь я поменяю в очередной раз два титра и предложу вашему вниманию первую партию что такое. Не то я сделал. Надо вот эту поменять, да, и вот эту. Да, между Ливоном Роняном и Владиславом Артемиевом это была первая партия, в которой Ливон Ронян поддавливал, прямо скажем. Ну, Владислав Артемиев уверенно защищался, причем так, без надрыва, что называется. Вот возникла такая позиция после 60-го хода. Напомню, что контроль времени 15 плюс 10. Ход за белыми, они двигают пешку, так поступил Ливон Ронян. Ну и в общем, вот почему здесь Владислав Артемиев принял то решение, которое он принял, я не знаю. Он мог сыграть король Д7, зажать белого короля, стандартный защитительный прием. И здесь важно то, что у черных остается пешка. Если не будь этой пешки, на Ж4, то белые просто перевели бы ладью вниз, натаковали бы черного короля, а потом метод лесенка применили бы и выиграли партию. Но пешка же сковывает силы белых и не позволяет им белым выиграть. Поскольку, например, шах отступили точно никуда-нибудь на Д6, не опасаясь хода король С8. В этом случае даем шах, в случае хода король Д8 возвращаемся, в случае возвращения снова даем шах, в случае король Д8 возвращаемся на А4, чтобы не выпустить белого короля через А7. Скажем, ладья Ж6, возвращаемся на Д7, идем сюда, ну, ладья Ж5 пытаемся Цукцван коронизовать, пожалуйста, ладья Б4, берем под контроль пешку, если белый король куда-то убегает, даем шах, если король Д8 атакуем с поля Д4, здесь все равно вот так вот повторяем позицию, предположим, белые идут вперед, тогда шах, ладья Б5 играть нельзя, белые проиграют, размен, размен, король С7, король Б8, но ладья Б5 разменялись, король С7, король А6, король Б8, а пешка же прошла ферзи, отступаем, король С6, ну, угрожает уже ладья А4, скажем, шах, отступаем, шах, возвращаемся, угрожает ладья А4 мат, на ладья Ж8, а ладья А4 мат, на всякий случай, а тут вот такой маневр, эту позицию мы уже видели, с нее мы начали, это повторение позиции и ничья, но почему-то Владислав Артемьев, выдержав до этого довольно такую напряженную защиту, опять же, не могу сказать, что он какие-то чудеса творил, или что позиция черных вот, но не проигрышная, так вот, вместо хода король Д7, сыграл Владислав Артемьев король Ф7, затем вперед, и оказалось, что здесь очень простой выигрыш, Б8 ферзь, ну, ладья Ц1, кстати, тоже выигрывала, то есть, если бы ладья Ц1 не выигрывала, тогда, конечно, можно было понять, чем руководствовался Артемьев, принимая решение король Ф7 сыграть, вот, а Б8 ферзь просто форсирует победу прямой атакой на черного короля, здесь даже не надо брать, можно было, конечно, забрать ладью, но быстрее матует вот такой вот маневр, здесь сдался Артемьев, потому что получает мат, ну, вот, я хочу взглянуть, есть ли какие-то новости в этом матче, поскольку я начал рассказывать о происходящих событиях до того, как, да, ну, не буду я тогда показывать очередную следующую партию, кстати, во втором поединке Артемьев белыми почти выиграл, добился огромного преимущества против Леона Роняна, но потом упорнейшей защитой, стойкой Леона Роняна, ну, побудил, скажем так, заставил неправильное слово, то есть Артемьев пытался играть попроще, продешевил, недооценил возможности контр-игры, в конце концов получилась ничья, как и в третьем поединке, в котором все заканчивалось лишней пешкой у Артемьева, но ничья. Вот я хочу взглянуть, что же происходит или произошло в четвертой партии, там сейчас идет борьба, у Владислава Артемьева лишние качества, так что я не исключаю того, что ему удастся отыграться, я не буду зацикливаться в этом матче, я решил начать запись пораньше, вот, если будет что-то интересное, если Владислав Артемьев играется, то я следующий выпуск начну как раз с рассказа об этой партии, четвертой партии, с ручей успеха в которой Владислав Артемьев сможет, ну, пока в данный момент, по моему времени, это сможет, а с точки зрения вашего смог, смог сделать ничью в первом сети, а нет, так нет, значит, Левон Иронян этот первый сет выиграет. Ну, что ж, на этом наш сегодняшний эфир подошел к концу, я все-таки решил выдать вот вам эту табличку, неполную картину того, что происходит сейчас, то есть в первом сети финала Уэслисоу одержал победу 2,5 плачка на Длекуан Лемом, а Владислав Артемьев пытается спастись при счете 1-2 в третьей, в четвертой партии, в четвертой партии первого сета в матче за третье место против Левона Ароняна. Ну, что ж, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал тех, кто не сделал этого ранее, обыгрывать своих соперников, играть с ними в шахматы, как очно, так и заочно, ну и, если будет настроение, желание, возможность поддерживать нас, мы очень признательны всем тем, кто так поступил ранее, и тем, кто, возможно, так поступит в ближайшее время, а пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»